Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 октября, Православная Церковь совершает память святого Феофана Исповедника, епископа Никейского. Преподобный Феофан Исповедник, Творец Канонов, епископ Никейский был младшим братом преподобного Феодора Начертанного. Братья получили отличное образование, особенно увлекались философией. Стремясь к богопознанию, они удалились в лавру святого Саввы. Здесь преподобный Феофан был пострижен, а через несколько лет стал пресвитером. Святые братья прославились как поборники иконопочитания. Они отважно исполнили поручение Иерусалимского патриарха отправиться в Константинополь для обличения императора-иконоборца Льва. Впоследствии они обличали и императоров-иконоборцев Михаила и Феофила. Святым пришлось вынести заточение, голод, тяжкие муки. Император Феофил приказал раскаленными иглами написать на их лицах стихи, оскорблявшие славных исповедников. Поэтому их и именуют начертанными. «Пиши, что хочешь, перед страшным судом прочтешь свое писание», говорили императору мужественные братья. Феодора посадили в темницу, где он и скончался, а Феофана отправили в ссылку. С восстановлением иконопочитания преподобного Феофана вернули из ссылки и рукоположили воепископа Никейского. Святитель написал около 150 канонов, в том числе прекрасный канон в защиту святых икон. Скончался Феофан Никейский в мире около 850 года. В чем же состоит смысл почитания икон? Ответ состоит в том, что иконопочитание и православие не могут мыслиться друг без друга, но являются одним целым. Иконопочитание – лишь одно из имен православия. Иконопочитание является универсальным критерием православия. Оно выражает его суть. Осмелимся сказать, что иконопочитание наиболее полно выражает его суть. Всякая попытка оспорить иконопочитание является попыткой оспорить само православие. И наоборот, любое отклонение от православия немедленно отражается на отношении к иконам. Для того, чтобы определить православность той или иной конфессии, достаточно зайти в храм и взглянуть на его стены. Суть православия состоит в том, что Бог стал человеком, чтобы через восприятие падшего человеческого естества спасти его от власти греха и привести к обожению. Ради этого произошло подлинное, немнимое соединение полноты божественного естества с полнотой человеческого естества в ипостаси Сына Божия. Все без исключения ереси пытались оспорить этот догмат. Смысл всех ересей в том, что либо соединение божественного и человеческого естества не было подлинным, но мнимым, либо с божественным естеством соединилось не все человеческое естество, а лишь какая-то его часть. И потому другая его часть осталась вне спасения, потому что по известному богословскому принципу, что из человеческого естества осталось невоспринятым божественным естеством, то осталось неоврачеванным от греха. Таким образом, полным критерием православия является иконопочитание. Кто почитает иконы, тот тем самым исповедует подлинность Боговоплощения, а именно, что полнота человеческого естества соединилась с полнотой божественного естества в ипостаси Бога Слова. И кто отвергает иконы, тот отвергает подлинность такого соединения. Можно сказать также наоборот, что всякое уклонение в учении о Боговоплощении тут же, как на лакмусовой бумажке, отражается на отношении к иконам. Всех, кто в крещении носят имена святых Феофана, Филиппа, Льва, Филарета, Александра и Зинаиды, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok